Начали! Гремят взрывы, в воздух ежесекундно рассекают снаряды. И пусть это лишь атрибуты любимой игры настоящих патриотов страйкбола, согласитесь, заряжает адреналином. Вот уже второй сезон турнир по страйкболу с говорящим названием Battle Arena собирает любителей острых ощущений. Отборочные туры в предстоящий чемпионат проходят в знаменитом парке Патриот в подмосковной Кубинке. В турнире участвуют страйкбольные команды из Москвы и из Московской области. В настоящий момент участвуют 30 команд, 6 из них пройдут в основной турнир. И в основном турнире встретятся 8 команд. Еще 6, которые пройдут отборочный турнир, и еще 2 команды, которые участники предыдущего турнира. Для таких вот схваток комплекс в Кубинке подходит как нельзя лучше. Специальные покрытия, причудливый лабиринт и эффектные декорации, в том числе танк. Полигон застроен зеркально, чтобы не дать какой-либо команде преимущество в достижении заветной цели – захвате флага. Страйкбол – игра не только смелых, но и честных. В отличие от шариков с краской, здесь снаряды не оставляют следов. В то же время игроки стремятся к максимальному реализму. Попали в руку или ногу – перевязывайся. И стреляют только из пистолета. А вот граната всегда фатальна. Минимум глупой беготни и максимум стратегии. Участники баталл-арены – не просто любители, но настоящие фанаты страйкбола. Любая атака четко спланирована. Ты заходишь под моим прикрытием, я тебя прибываю с близкого расстояния, у меня привод с третьего шарика еще вылетел. Команда из Литвинова, 13-я сборная бригада или попросу 13 СБ стала победителем третьей отборочной группы турнира. Состав команды разномастный. Есть и женщины, и дети, и даже настоящие ветераны военных конфликтов. И тех, и других объединяют ежедневные напряженные тренировки на собственном полигоне. И инструкторы с настоящим боевым опытом. В первую очередь, для того, чтобы одержать любую победу в любых соревнованиях, нужно быть лучше, сильнее, быстрее, чем противник. Вот 13-е СБ на сегодняшний день было лучше, сильнее и быстрее, чем все противники, с которыми нам пришлось встретиться именно сегодня. Достигается это регулярными тренировками. Мы имеем свой полигон, который работает круглый год. Нам попали действительно стоящие противники. И даже хоть мы и проиграли, но это пошло нам на пользу, потому что остудило и показало, что есть к чему стремиться. Что нет предела совершенству. И опять же завели новые знакомства. Будем дальше с ребятами играть, непосредственно контактировать. Весь трекбол это игра друзей. Всего в отборочном туре прошло шесть игр. Впереди у команд основной чемпионат, который состоится в ноябре. Новых матчей они ждут с нетерпением.